В спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная» прошли соревнования среди лыжников в трех возрастных категориях. Юноши и девушки 97-98 годов рождения, юниоры и юниорки 95-96 годов рождения, а также мужчины и женщины без возрастных ограничений. 15 января спортсменам предстояло преодолеть классическим стилем – юношам, юниорам и мужчинам 10 километров, а девушкам, юниоркам и женщинам 5 километров. Что радует среди призеров оказались и наши земляки. У мужчин победу в упорной борьбе одержал Рамиль Миндияров. Евгений Муромцев финишировал третьим. В ход соревнований вмешалась погода, было много свежего снега, бежали 10 км классикой. Получилась такая тяжелая достаточно гонка. У девушек на вторую ступеньку пьедестала поднялась воспитанница тренера Евгения Муромцева Анастасия Игнатьева. К слову, в числе победителей она оказалась неоднократна. 16 января в спринте классическим стилем она без особых усилий пробилась в финал, где выступали шестеро сильнейших лыжниц. Настя уверенно финишировала третьей. Сегодня нам повезло. У нас не было сейчас снега, только сейчас пошел. Но все равно намазаться было очень-очень сложно. Лыжи готовили мне два тренера. Один Муромцева Лилия, который тренирует сборную в области девочек. И мой личный тренер Муромцев Евгений, который сейчас принимает участие в этих соревнованиях и готовится на тройку лидеров. Очень напряженным выдался финал у мужчин. После затяжного подъема вперед вырвалась четверка спортсменов. Владимир Порсев, Рамиль Миндияров, Евгений Муромцев и Александр Камелин. На спуск первым ушел Евгений. Но выйдя на финишную прямую, Порсев обогнал соперника и финишировал первым. За второе место шла упорная борьба между Муромцевым и Миндияровым. Казалось, что финишную черту они пересекли одновременно. Но чипы показали, что Рамиль обогнал Евгения на 0,13 секунды. Хотелось, конечно, выиграть, но не получилось. Немножко с лыжами подвели. В третий день лыжных соревнований на Мельничной посетителей было еще больше. Зрители не упустили возможности поболеть за участников гонок свободным стилем. Среди девушек в результате упорной борьбы второе место заняла снова наша Анастасия Игнатьева. Среди мужчин уверенно победил Евгений Муромцев. Дальше, конечно, допустим, у нас УРФО в городе Тюмени будет проходить, Уральский федеральный округ. У старших юношей и девушек у них тоже свои соревнования в городе Златоуст. Вот уже отбор на спартакиаду российскую. То есть это только как подготовительный такой период. И простартоваться, посмотреть свои силы. Ну и отобрать команду. Все понимаем, что сейчас бежать не очень надо. Надо бежать на спартакиаде и на УРФО. Мы готовимся непосредственно к ним. Этап областного первенства, прошедший в Верхней Салде, подарил городу настоящий трехдневный спортивный праздник.